С вами Николай Пивненко в проекте Даты. Сегодня 27 декабря 1925 год. В ночь на 28 декабря в гостинице Интернационал, то бишь Англитер, Есенин по официальной версии покончил жизнь самоубийством. Утром его находят повесившимся в номере гостиницы. За день до этого он написал стихи «До свидания, друг мой, до свидания» и сумел передать их своему ленинградскому другу поэту Вольфу Эрлиху. В мемуарах Мэрингоффа читаем, что к концу 1925 года решение уйти стало у Есенина маниакальным. Он ложился под колеса дачного поезда, пытался выброситься из окна, перерезать вену обломком стекла, заколоть себя кухонным ножом. В последние месяцы своего трагического существования Есенин бывал человеком не больше одного часа в сутки. От первой утренней рюмки уже темнело его сознание, а за первой, как железное правило, шли вторая, третья, четвертая, пятая. Время от времени Сергея Есенина клали в больницу, где самые знаменитые врачи лечили его самыми новейшими способами. Они помогали так же мало, как и самые старейшие, которыми тоже пытались его лечить. Конец цитаты. До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой. Без руки, без слова, не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не нового, но и жить, конечно, не новей. С вами был Николай Пивненко в проекте ДАТА.